Венди родилась в джунглях. Это дикорожденная слониха. Она родилась в 79 году. Они попали сначала там в цирк. Но оказалось, что оба слоненка были слишком агрессивными для цирковой работы и их передали в Одесский зоопарк. Веньке было тогда три года. Эта слониха знаменита тем, что она родила трех слонят. Это вообще единственный случай в Украине размножения слонов. Она родила мальчика в 92 году. Причем она, как часто бывает у слоних, первые роды, она отказалась от ребенка. И его забрали. И он вырос в квартире у нашей сотрудницы Людмилы Николаевны Поповой. Он тут ходил, гулял по зоопарку. Был такой очень ручной. Уничтожил ей дом, но она его вырастила. Слон чрезвычайно умное, интеллектуальное животное и очень социальное. Поэтому, конечно, ему необходимо общение. Это существо, которое в одиночку скучает. К сожалению, в 2008 году Тарун умер. И она уже 12 лет одна. И для страны это очень плохо. Потому что общение с себе подобными для нее очень важно. Мы стараемся, конечно, с ней побольше общаться, с ней дружить, с ней коммуницировать. Она очень любит посетителей. Когда собирается там вот большая толпа, она видит, она так загребает холотом песок и швыряет людей. И люди визжат, она улыбается. И это все нравится. Но при этом она понимает, что нельзя, допустим, кидаться камнями. Я когда пришел на работу в зоопарк в 1982 году, я помню, как она тогда швырнула в меня буханкой хлеба. Она обиделась за что-то на меня. Бывало такое, что она украла, допустим, тачку. Да, вот железная тачка. Она как-то дотянулась, когда не уследили, она ее достала. И вот она начинает этой тачкой громыхать по всем. Она вот ее, и как ребенок с погремушкой, вот ей это нравится, она ее разбивает в пухи прах. Когда какой-то парень, какой-то студент, наверное, решил, что слониха очень приветливая и ласковая. И он перелез через ограждение. Именно после этого случая я решил поставить вот такой вот забор, через который уже очень сложно перелезть. Он просто перелез через это ограждение. И я смотрю, потом на другой день, потому что это было выходной день, я когда видел на экране, это на мониторе, у меня волосы дыбом встали. Он вот так подходит, опирается вот так вот на этот забор, а Венька стояла там, и она увидит, что подошел человек, и она идет к нему. И вот она все быстрее, быстрее, быстрее. И он так протягивает руку, и она подходит, и хоботом вот так его бьет, и он улетает вот сюда. Она просто решила его сильно не наказывать. Такая вот девица. Зоопарк проводит реконструкцию. Сейчас заканчивается проект реконструкции этого слоновника. Он должен быть сделан по всем нормам ЕАЗа, Европейской ассоциации зоопарка и аквариума. Вы же видите, так сейчас слонов никто не держит. Это вообще каменный век. Да, вот эти железные казематы. Увеличивается в несколько раз зимнее помещение слоновника. Там будут большие апартаменты. Там же будет уже смотровой павильон для зимнего смотра слонов. Увеличивается вот этот сам наружный вольер. Он будет полностью реконструирован. Вот этих всех рельсов это уже не будет. Если мы построим новый слоновник, который будет соответствовать европейским нормам, то мы тогда можем рассчитывать на то, что нам дадут из Европы слона.